Развитие альтернативной энергетики, экспорт вина и создание совместных строительных предприятий. Перспективное направление сотрудничества Краснодарского края и Германии. Сегодня обсудили на встрече глава региона и полномочный посол Федеративной Республики в России. За прошлый год товарооборот Кубани с Германией превысил 300 миллионов долларов. Особое внимание в отношениях уделяется экспортному потенциалу. Сейчас на немецкий рынок готовятся поставки кубанского вина. Мы планируем уже осуществлять поставки вина, которое произведено в Краснодарском крае. Это российское вино на немецкий рынок. И, конечно, здесь мы максимально сегодня стараемся ускорить этот процесс. И, безусловно, я считаю, что требования Германии к тому, чтобы вино было качественно, абсолютно нами принимается. Потому что мы тоже хотим, чтобы вино, которое поставляется на российский рынок сегодня, из других стран тоже было качественным. Мы максимально согласны с теми требованиями, которые проявляет немецкая сторона к российскому вину. Но, тем не менее, если вдруг будут определенные у нас какие-либо проволочки, связанные с бюрократическими механизмами, я прошу господина посла помочь нам, чтобы мы все-таки избежали вот этих бюрократических каких-то либо казуистик и смогли на самом деле поставлять качественное кубанское вино, российское вино на немецкий рынок. Что касается экспорта винодельческой продукции, это, безусловно, очень интересная тема. И в Германии она притянет к себе большое внимание, потому что у нас очень высокий уровень потребления вина. И, конечно, люди, ценители этого напитка заинтересованы в том, чтобы потреблять качественную продукцию. Не только немецкое вино, но и из других стран. Убедиться в качестве кубанского вина посол Германии в России Рюзигерфон Фрич смог лично, посетив несколько краевых виноделин. Тесное сотрудничество между Краснодарским краем и Германией уже налажено и в медицинской сфере промышленности. Один из крупнейших мировых производителей сельхозтехники, компания Клаас, локализовала выпуск зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. Подобный подход можно применить и к производству строительных материалов, отметил Вениамин Кондратьев. Компания занимает второе место в России по количеству жилья, которое строится. И мы бы хотели, конечно, чтобы и материалы, с которого сегодня возводятся строительные объекты, в том числе жилые дома и архитурные формы, были современными, качественными и комфортными. Поэтому я думаю, что все-таки может пойти по пути создания совместных предприятий в строительной сфере между строительным Краснодарского края и немецким бизнесом. Я думаю, что от этого мы вместе только выиграем. Также в ходе встречи губернатор и посол Германии в России обсудили взаимодействие в курортной отрасли. В прошлом году край посетили почти 7,5 тысяч немецких туристов. С послом ФРГ встретились и глава Краснодара, и председатель городской думы Вера Галушко. В ходе приема Евгений Первышов и Рюдигер фон Фрич обсудили перспективы развития международного сотрудничества, краевого центра и немецкого города-побратима Карлсруя. Дружбе двух городов уже более четверти века. И братские отношения кубанской столицы с немецким Карлсруя – пример того, каким должно быть германо-российское партнерство. А началось оно с первых студенческих обменов. И с каждым годом число двухсторонних молодежных проектов только растет. Они успешно реализуются в сфере образования, спорта и культуры. Между Краснодаром и городом Карлсруя, нашим побратимом, любимым городом Германии, завязались уже давно тесные дружеские взаимоотношения, которые длятся уже больше 25 лет. Именно молодежная политика и развитие молодежной политики положило начало наших побратимских связей. Безусловно, обмен опытом позволяет глубже понять наши культурные ценности и наметить пути развития для наших городов. Глава города напомнил, что благодаря развитию побратимских связей в прошлом году состоялась трехсторонняя конференция молодежи из Карлсруя, Краснодара и французского Нанси. Проект получил широкий резонанс и был представлен сначала в Берлине, а затем на молодежном форуме Германии и России в Гамбурге. В следующем году такая конференция состоится у нас в Краснодаре. Германо-российские отношения гораздо шире, чем с другими странами. У нас достаточно связей и экономических, и культурных, и научных. Я бы хотел поблагодарить вас за те усилия, которые вы прилагаете для развития побратимских отношений. Важно, что это партнерство носит неформальный характер и наполнено жизненным содержанием. Для нас важно, что так много проектов реализуется в сфере молодежной политики. Считаю, что и дальше это направление нужно развивать, для того, чтобы молодые люди знали традиции и культуру наших стран и изучали языки. Обсудили на встрече и развитие дуального обучения. Это когда теорию изучают в школе, а практика на предприятии. По словам Рюдигера фон Фрича, такая система успешно реализуется в Германии. Кроме того, немецкий посол предложил краснодарцам перенять их опыт производства солнечных батарей и утилизации твердобытовых отходов.